Аллилуйя, Бог просмотров, служение в Туле, воскресенье 25 ноября. Аллилуйя, Аллилуйя. Привет, рад видеть вас еще раз. Прошу, прошение сразу, немного приболело, хрип. Тем не менее, я думаю, это не помешает нам насидаться сегодня, получать слово от Бога, жизнь каждого из нас. И, братья и сестры, Господь положил так на сердце сегодня говорить, немного говорить о призвании. Именно о том моменте, когда Господь нас призывает, каждого из нас. О призвании в общем смысле этого слова и немного хотелось бы сказать о призвании каждого из нас, в чем оно заключается. Но основной мыслью будет вообще призвание Божье. Как оно происходит, кого Бог призывает, когда призывает, для чего призывает. Ну, на многие вопросы мы попытаемся ответить сразу. И, конечно же, всегда будем отталкиваться от Священного Писания, от чего еще отталкиваться. Аминь. И давайте начнем сразу с того вопроса, кого Господь призывает. Кого Господь призывает. И за основу возьмем стих Марка 2,17, где записано следующее. Нездоровые или и гражданые врачи, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Аминь. Господь Иисус пришел на эту землю, приходил на эту землю для того, чтобы призвать к покаянию, для того, чтобы быть в роли врача. Он видел, куда идут заблудшие люди, он видел, куда идут грешники. И именно за этим он и пришел, чтобы остановить обернутик, разведутик на 180 градусов. Он выступал в роли врача. Люди действительно были больны. Люди были больны душой. Они требовали исцеления. И только один Иисус Христос мог прийти и помочь ему. Только один Он пришел и помог. И излил свою благодать. Только Сын Отца мог излечить. Каждого из нас, братья. Аминь. Еще хотелось бы сказать, что все это, пришествие Иисуса, это все производные любви Отца. Все мотивы Иисуса и Его Отца произрастают из Божьей огромной любви. И Он пришел на эту землю помочь нам, протянет руку для того, чтобы мы обратились от Царства Тьмы, Царства Света. Что еще хочется сказать. Иисус пребывал на этой земле с гречниками. Все прекрасно знаем, что Он был другом, мытарем и гречником. Ну, с жеруки и вся общественность всячески осуждали Его. Говорили, что не стоит водиться с ними. Зачем ты с ними водишься? Но Он никогда не смотрел на это. В Евангелии Атмака, я уже говорил об этом, записаны такие удивительные слова, которые трогают и глубины. Там записано следующее. Не рабыду уже, но друзьями. Именно таких отношений хочет Иисус. Именно те стих взаимодружеских отношений для того, чтобы исцелить наши души, для того, чтобы привести нас в Свое Царство. Он хочет, чтобы мы стали друзьями, не отъявливая Его частью. Аминь, братья и сестры. Именно к этому призывает нас Иисус. Просто Он, Иисус Христос, как Сын Божий, имел универсальный подход к каждому человеку, к каждому сердцу. И как часто, я просто задумался, этого подхода не хватает всем нам. Как часто мы не можем найти человеку подход. Я, прежде всего, это говорю. Как часто, ну, хочешь человеку помочь, что-то делаешь, бац, не получается. Еще раз попробовал, не получается. Я думаю, да, ладно, все. Примером этого служения, я думаю, всем нам служит Павел, Святой Апостол Павел, это примером его служения, как он приводил людей ко Христу. Мы можем видеть, это записано в 1-м коринфянам 9-20-22. Там прекрасно записан пример служения. Не будем сейчас открывать его, но там примерно написано следующее. Для иудеев я был как иудей. Для подзаконных я был как подзаконный. Для беззаконных я был... То есть, Он подстраивался для людей, как только возможно. Его основной целью было привести человека ко Христу. И как Он добьется? Там написано в 19-м стихе, Он привил себя всем, будучи свободным. Он сделал все для того, чтобы люди приходили ко Христу и каялись, и обретали спасение. Как часто нам этого не хватает, как часто мы останавливаемся на полпути, не находясь к человеку подхода. Но Иисус стал другом каждому грешнику, каждому материю. Так, и следующее, что хотелось бы сказать, на вопрос, кого призывает Иисус Христос, это записано в первом послании к Алифинам, в первом стихе, в первой главе с 26-го стиха. Все вам знакомы тексты, я думаю. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых походи, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы послалить мудрых. И немощные мира избрал Бог, чтобы послалить сильные. И незнавные мира, и уничиженные, и ничего не значащие, избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась при Богу. Аминь. Замечательные слова здесь записаны. То есть, вот я просто говорю всегда себе и всем братьям, что Писание в первую очередь надо применять к себе. Аминь. Прежде всего к себе. И прежде всего к себе. Вот здесь, в этих строках, я просто вижу себя. Просто, вот, если, буквально, может быть, гости, кто-то не знает, буквально, какие-то несколько месяцев назад, я вообще просто не знал выхода. Был просто прахом всеми попираемым. Но сейчас я стою перед вами и говорю Слово Божие. Это чудо, что Господь делает с нашей жизнью. Аминь, праздничество. Это чудо, только Господь. И тут написано, вот, немудрые по плоти. Немного из вас мудрых по плоти. То есть, вы не были мудрыми. Вы не были такими, пока не познали Иисуса. Вот что подчеркивает тут апостол Павел. Все, что у вас есть, вам дал Господь. Вы не были такими, пока не познали Иисуса, пока не приняли Его. Все к Нему. Аминь, братья. Все к Нему. Будем благодарить Его за это всегда. Что Он восстанавливает, что Он возрождает, что Он возвращает к жизни, уже, казалось бы, погибшие, как записано в этих стихах. Следующее, братья, хотелось бы сказать, как Бог призывает нас. Кого, более-менее, вы заправите, как Бог призывает нас. И, ну, кого-то Бог призывает через горячий куст. Кого-то Господь, кому-то Бог говорит через осла, вообще. Кому-то является Иисус, прям. Кто-то слышит голос Божий, я, мне кажется, в этом зале такие есть, да? Есть такие в этом зале, кто слышал голос Божий? Но, чаще всего, Бог призывает нас в благовестие. Вы согласны с вами? Чаще всего, Бог приходит в нашу жизнь в благовестие. Так, как и призвал от меня. Откроет Писание 2, 2 Фессал Никидзен, 2,14. Там записано следующее. Который и призвал вас в благовестие наше для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа, Который и призвал нас в благовестие. Призванный благовестие. Я считаю, просто, я думаю, братья и сестры, вы со мной согласитесь, что призванные благовестием должны благовествовать. Призванный благовестием должен благовествовать. Он не должен молчать. Очень важно умножать то, что Господь подарил тебе. Очень важно дарить это ближнему, сестре, брату. Просто неотъемлемой частью, я считаю, христианином вообще просто неотъемлемой частью каждого христианина является благовестие. В Луки 8, 16 записаны следующие слова. Никто, зажавший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Мы не должны прятать то, что внутри нас живет. Мы не должны свою свечу, которую зажег и сушь наших сердцах, ставить под кровать. Мы не должны прятать ее. Она должна изливаться из нас к ближнему, к сестре, к брату, к похожему, к кому угодно. Мы не должны прятать ее. Мы не должны. Мы должны всячески дарить это ближнему. Аминь. Мы не должны прятать это. К этому призвал нас Господь. К этому, именно к этому. Просто порой нас просто привычный образ жизни зажимает в такие рамки, и мы, кажется, да все, мы спасены, все, уже больше ничего не надо. Ну, там кому-нибудь скажем. Мне кажется, братья, мы способны на большее. Если приложить усилия, то можно подарить кому-то еще спасение. Если приложить усилия. Пускай задумывается об этом сегодня. Следующее. Это мы разобрались. Как Господь призывает? Вообще, когда Господь призывает? Как реагировать на это? Какая реакция будет адекватной? Как мужи Божьи вообще реагировали на Божьи призвания? Для этого давайте откроем следующий текст. Галатам 1, 1 глава, 15-16 стих. Галатам 1 глава, 15-16 стих. Когда же Бог, избравший меня от утрого матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил, открыть во мне Сына Своего, чтобы я благоверствовал Его язычникам? И вот, внимание, последние слова. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Тут говорится, как он Павел говорит, что было в его сердце, что было, что происходило с ним, когда Господь призывал его на служение. Он не стал советоваться с плотью и кровью. Он не стал идти на компромисс ни с какими плотскими мыслями. Он четко поглядывался в воле Господа. Он не стал слушать, а если не получится, а если еще что-то, а если еще как-то. Он написано, он не советовался с плотью и кровью. Он просто был послушен. Он просто вошел в это призвание, в которое его призвал Господь. Это, братья и сестры, прекрасный пример для всех из нас. Аминь. Как нужно быть послушным, когда Господь призывает. Следующий пример положительной, хорошей реакции, когда Господь призывает. В Евреям 11.8 записано следующее. Верую, Авраам поздоровался с призванием идти в страну, которую умел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. В веру, Авраам поздоровался с призванием идти в страну, в которую имел получить наследие, не зная, куда идет. Из этого следует ключевой фактор. Положительная реакция на Божие призвание – это вера. Это вера. Без веры Богу уводить просто невозможно. Аминь. Просто невозможно без веры уходить к Богу. Просто невозможно войти в призвание Божие, не веря в него. Это просто несовместимые вещи. И вот этот акцент на последнем. И пошел, не зная, куда идет. Он просто пошел. Господь сказал ему, он просто пошел. Просто когда Господь призывает нас, да, мы начинаем, бывает, задавать вопросы. А как? А что? А где? А где я буду жить? А где я там буду есть? А как еще и многое-многое по человеческой плоти. Когда вера живет в тебе и действует могущественно, все эти вопросы уходят на задний план и не тревожат тебя. Ты просто делаешь то, к чему призывает тебя Господь. Ты просто творишь Его волю. Так, как показал нам Отец веры Авраам. Аминь. Для многих людей, конечно, мира всего, это непонятно. Это непонятно. Просто думает. Просто основная ошибка людей, когда Господь их призывает к чему-то, основная ошибка людей, они думают, что они в этом призвании будут одни. Они думают, что к чему Господь призывает, они будут делать это одни. Но это не так, брат и сестра. Мы никогда не были одни. Мы никогда не будем одни. Господь всегда с нами. Всегда с нами. Когда нас призывает, тем более Он с нами. Главная ошибка, главная медаля, что мы думаем, что мы будем делать это одни. Но Господь всегда с нами. Он всегда поможет. Далее, еще немного о реакции, а я предложу только положительные примеры реакции на Божие призвания. Марка 1.20. И тот сейчас призвал их, и они, оставив отца своего заведея, в лодке с работниками последовали за ним. Ничего, братья и сестры, ничего не должно быть важнее Божьего призвания вообще. Ничего не должно быть важнее Божьего Слова. Если Бог у тебя на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Аминь. Если Бог на первом месте, все остальное, даже как бы это важнее, не, тут вот говорится о призвании учеников, они оставили отца своего, они оставили семью свою, они даже это поставили на второй план, даже свою семью они поставили. Тут говорится, Бог всегда на первом месте. Когда призывает тебя Господь, Бог всегда на первом месте. Всегда. Ничто не должно быть на первом месте. Все остальное будет на своих местах. Следующий, как хочется сказать, вот немного сейчас затрудню тему личного призвания каждого. Личного призвания каждого. Обращившись к тем, что записано в 1 Петра 4.10. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Как добрый миростроитель, многоразличный. Благодать Божию. Божие призвания, значит, хочется сказать, что Божие призвания вообще это не то, что ты хочешь. Зачастую это не то, что ты хочешь. Мы просто видим себя там, видим себя там. Но Бог может видеть тебя совсем в другом служении, совсем в другом месте. Просто Бог порой делает так, что нам не совсем удобно, но со временем мы все равно придем к этому. Мы все равно вернемся к тому, чему призывает нас Господь. Необязательно Божие служение. Это далеко не то, что стоять за кафедрой. Это совсем не обязательно. Можно много всяких способов изменить, которым нужно служить Богу. Ему просто каждый может служить, если захочет найти. Просто Божие призвания, это не бесплатное предложение спасения. Хочешь беру, хочешь не беру. Призвание это необъемлемая часть каждого христианина. И хочется сказать вообще, что просто некоторые бывают под таким заблуждением, что христианство это все. Я пришел, я грези. Все. Христианство это только начало. Скажите, аминь, пожалуйста. Христианство это только начало нашего пути. И хочется сказать, чтобы не было неразберичьих, христианство это не плод вообще. Христианство это не плод. И не надо говорить, я христианин, я не бурю, не пью, матом даже не ругаюсь, все. Вот я пришел вот такой. Нет, это не так. Христианство это не плод, который тебе принесет Господу. Христианство это только начало пути. Очень важно это понимать. Быть христианином и не иметь призвания, ну, по меньшей мере, это должно насторожить каждого, мне кажется. Быть христианином и не иметь призвания, ну, это все равно, что, не знаю, постоянно быть в гостях. Постоянно быть в гостях. Или быть христианином и не иметь призвания, это кататься на чужой машине, где-то по чужому району. И быть всегда статистом, быть всегда наблюдателем. Но Господь на смехе к этому призывает. Господь говорит, как живые камни устроя эти здания. Каждый должен участвовать. Каждый должен что-то делать. Каждый. Не надо быть статистом и наблюдателем. Найди, чем ты можешь быть полезен конкретно ближнему своему. Найди это. Господь покажет тебе, если ты будешь стараться. Господь обязательно укажет. Каждому из нас. Просто на этом построено все вообще. Я вот так вот задумывался просто, что каждый должен плод иметь предпочтенный уборник. И каждый должен свет пролить всей миром обращенному. Каждый должен. Так устроено все. С христианством списано все. Весь коммунистический строй. Заметься, да? Если ты ничем занимаешься, то не язвам раньше было стать я за это. В том мире, где я проработал много лет за колючим проволоком, если ты ничем занимаешься, то тебе по-любому будут вопросы. Здесь, конечно, не так христианство, но тем не менее, каждый должен проводить, превратить какой-то плод, какую-то пользу, а не просто быть наградателем. Аминь, Брати Святой. Так, что у нас дальше? Дальше я хочу рассказать о Божьем хоритовании. Что Господь обещает, когда Он у нас присылает? Своё призвание, когда он завел у нас. Марка, Матфея, извиняюсь, 10.1. И призвал 12 чиньков своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и ворочевать всякую болезнь и немощь. Когда Иисус призывает нас, Он даёт нам силу и власть. Аминь. Когда Иисус призывает нас, Он даёт нам силу и власть. Он не сделает так, что ты будешь с горочиной ножки укидаться на танки. Когда Иисус чему-то призывает нас, Он прекрасно понимает соотношение сил с кем ты будешь бороться в такой ситуации. Он не хочет видеть нас побеждёнными. Он хочет видеть нас только победительными. Аминь. Только победительными он нас хочет видеть. Он устал уже смотреть на наше поражение. Он устал смотреть, как дьявол издевается на днях. Он устал смотреть. Он хочет видеть нас только победительными. И поэтому Он, призвав нас, даёт нам силу и власть, чтобы быть сильным на Его призвание. Рима 8.28. При том, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволениям, все содействует Каббалу. Когда Господь нас призывает? Когда мы находимся в Его призвании, все содействует Каббалу. Скажите, аминь. Все содействует Каббалу. Если ты в Божьем призвании, если ты на том месте, где тебя хочет видеть Господь, все содействует Каббалу. Все. Буквально все. И природа, и обстоятельства, и люди. Все содействует Каббалу. Если ты на том месте, где тебя хочет видеть Господь, самое главное найти то место. Самое главное найти. И тут написано, кто знает, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует Каббалу. Во 2 Тимоприи 1-9 написано, по Его изволению, не по делам. По изволению, то есть по Его желанию. Он так решил. Суверенный Бог так решил видеть тебя там, в том служении. Не по делам и не по заслугам. По Его изволению. Это очень важно понимать. Следующее. Божье призвание, твое лично Божье призвание, вот лично каждого человека, оно может повлиять не только на твою жизнь, оно может повлиять на жизнь многих. И я вам сейчас подтверждаю это писание. Исайя 51-2. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Саву, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Господь призвал Авраама. Один Авраам принял решение. Он сам принял решение быть послушным Богу. Но как повлияло впоследствии на все народы? Как повлияло впоследствии на других людей? Я привожу пример вот там в своей жизни. Вот это, как послушание Авраама повлияло на других людей. И как он размножил. Вот Тимаси, наш пастор. Он был призван, призван. И его, как можно, вот. И повлияло на других людей, на меня, на меня лично. Аминь. Вот что происходит в наши дни. Это происходит в Писании, и было написано много тысяч лет назад. Но все происходит сейчас. Расходе время в своем слове всегда. Следующее, что хотелось бы отметить. Как вести себя, будучи призванным. Призвание. Первое Петра 1,15. Но по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках. Как тяжело порой соответствовать этому, да, братья и сестры. Сами будьте святы во всех поступках. Одно дело говорить, ну здесь стоять, или где-то говорить. А другое дело соответствовать этому. Просто когда мы, наши дела не расходятся с делом, наши слова не расходятся с делом, то людям намного проще принять слово Божие из наших уст. Но когда мы говорим одно, а на деле происходит совершенно другое, то трудно принять такого человека. Как вы думаете, да? Намного проще принять, когда ты видишь, что человек живет тем, к чему тебя призывает. Хочу отметить следующее. Первое Петра 2,21. Ибо вы тому призваны, чтобы Христос пострадал за вас, чтобы Христос пострадал за вас, поставим нам пример, дабы вышли по следам Его. Будучи в призвании, мы должны в первую очередь отображать Его образ, идти, как здесь написано, по следам Его. Также из этого стиха мы понимаем, что идя по Его следам, наш людь не всегда будет легкий, скорее, будет трудный. Потому что нам суждено пострадать, как Христос пострадал, только нам часть страдания, часть страдания нужно повести. И зачастую Божье призвание совсем нелегкое и очень даже мешает нашей жизни. Ну, в какой-то степени. Не к тому. Мы видели себя не там, где хотелось бы видеть, может быть. Вот. Так, следующее, что хотелось бы сказать. Так, и последний вопрос. Вообще, к чему мы призваны? К последним. К чему мы призваны? Следующее. Галатам 5.13. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к увождению плоти. Но любовью служите друг другу. А Божье говорит здесь, что мы призваны к свободе. Мы призваны к свободе. Он хочет вернуть нас всех к тому состоянию, в котором мы вообще первоначально были рождены. К безпречному состоянию. в тот и демский сад, когда еще человек не знал в реках. Он говорит, вы рождены свободными, Павел говорит, вы должны ходить в свободе. Только есть теперь опасность, он говорит, только бы свобода ваша не послужила Богу к увождению плоти. Он говорит, только есть, есть опасность теперь, что вы можете сбиться с пути, и думайте, будьте думать, что вы свободны, но вы уже далеко не свободны. Апостол Павел здесь очень опасается, а опасается, чтобы в свободе мы не сбились с пути. Как же нам разобраться в этой свободе, которой призывает нас Господь? Когда ты утром, когда ты утром встаешь, например, и не хочешь поздороваться с братом, говоришь ему сквозь зубы, а сам думаешь, как ты мне надоел вообще? Вот это не отрезвавшего нас. Вот это не отрезвавшего нас. Когда ты с безразличием проходишь мимо бездомного, который хочет есть, и ты в силах ему помочь и дать, вот это не отрезвавшего нас, братья. Когда ты намеренно расстраиваешь братья, своего или сестру, видишь, что он отрчается, и ты даже не раскаиваешься в этом, это тоже не отрезвавшего нас, братья и сестры. Когда ты настолько осветился своими делами и проблемами в этом мире, что ты даже не заметил старушку, которая поднимается на мерзкий этаж, с сумками, и думаешь, как-нибудь донесет. Это не отрезвавшего нас, братья. Это не отрезвавшего. Когда сестра, мы поблидающая в платье, в заразе, в барном ображении, это не отрезвавшего нас, очень четко понимать, к чему нас призывает Господь, к какой свободе, к какой, и как найти вообще это призвание. Найти свое призвание мы можем только в неразрывной связи с Иисусом Христом, с Создателем. Без Него мы призвание свое найти не сможем, братья. Поэтому я благословляю вас Господом, Иисусом Христом нашим. И желаю вам, чтобы все вы были в призвании, чтобы вы все принеслили плод. Будьте благословенны, Господом. Он ослабляет вас. И тот, кто еще не в призвании, пускай задумывается мы, чем он полезен и оближен. Давайте помолимся, братья Станин, на наши думы. Благодарим Тебя, Боже, за это слово, на нас. Спасибо, Господи. Благодарим, Господи. Верим, Господи, что посеем, Господи. Верим, Господи, что не пройдет нам право. Дай быть в центре вольт, быть послушным и бегом. Научи нас обидеть править и тобой, Господи. Дай нам сердце чистое, Господи. Обнови разум наш, Господи. Прощу тебя варили Иисуса Беслава. Благослови, Господи. Благослови, Ани, Беслава. Аминь. Стоим еще, номер 100. Ты изгубил.